Сотрудники полиции и Россельхознадзора провели две проверки на мелкооптовых базах. На улице Карьерной сотрудники ведомства обнаружили 260 килограммов шпика и 200 кило свиной грудинки. Все это без документов, подтверждающих безопасность. Еще 130 килограммов шпика того же производителя проверяющие изъяли на улице Фадеева. Продукция, которая реализуется и находится в обороте без ветеринарных документов, может представлять потенциальную угрозу для здоровья потребителей этой продукции. Потому что продукция, которая не прошла лабораторные испытания, может содержать различного рода болезнетворные бактерии и микроорганизмы, либо превышение бактериальной обсемененности, что может привести либо к пищевому отравлению, либо к тому, что человек может вообще оказаться на больничной койке. В настоящее время на второй торговой точке было обнаружено порядка 130 килограммов этого шпика. Сейчас все 600 килограммов исключены из оборота, помещены на изолированное хранение. В отношении двух индивидуальных предпринимателей проводится административное разбирательство. В ветеринарном ведомстве отмечают, что с введением эмбарго на импорт западных продуктов на рынке выросла доля отечественного мяса. Однако многие фермеры не заботятся о том, чтобы правильно оформить свою продукцию. Увеличился оборот, либо интенсивность продукции на внутреннем нашем пищевом рынке. То есть люди начали включаться в оборот, но не зная правил, то есть они тем самым могут реализовывать своим согражданам опасную в пищевом отношении продукцию. Чтобы уберечься от покупки недоброкачественного мяса, специалисты советуют спрашивать у продавцов ветеринарные справки. Если документов нет, то велика вероятность, что на прилавке некачественная и просроченная продукция. Евгений Апарин, Вячеслав Петров, Новости на Восьмом.